Время восстановления мышц в бодибилдинге – это один из самых важных факторов роста. Как известно, мышцы растут не во время тренировок, а во время нашего отдыха и восстановления. Даже если вы придерживаетесь всех правил тренировок бодибилдинга без достаточного времени для восстановления, все ваши усилия будут потрачены впустую. Каждый, кто начал заниматься бодибилдингом, рано или поздно столкнется с этим вопросом. Фаза восстановления скелетных мышц после тренировки, скорость и время их протекания, эффект увеличения восстановительной способности организма под влиянием физических упражнений, а точнее ошибочные мнения и эффект влияния различных видов тренировок на время восстановления скелетных мышц. Наше тело имеет ограниченную способность к восстановлению, но многие начинающие культуристы думают, что чем больше стаж тренировок, тем быстрее мышечное восстановление. Но это далеко не так. Да, внутренние органы и железа, которые вырабатывают гормоны, начинают работать более эффективно и увеличивают скорость восстановления, но ненамного. Еще один миф. Некоторые люди думают, что чем больше мышц, тем больше надо заниматься физическими упражнениями, но и это далеко не так. Позвольте объяснить почему. Большие и малые мышцы могут преодолеть определенный максимальный вес, и в результате огромных механических напряжений получают тренировочный стресс, повреждения миофибрил, пропорциональной силе, которую могут развить наши мышцы. Например, представим, что начинающий бодибилдер делает жима лежа со своим весом 60 кг на 10 повторений и повреждает 5% миофибрил. А опытный бодибилдер жмет 150 на 10 повторений и также получает микротравмы в размере 5%. В результате начинающие и опытные получают достаточный стимул для роста своих мышц. Скорость восстановления мышц ограничена из-за ограничения скоростью метаболических процессов в организме человека. Учитывая, что скорость обмена веществ у молодых людей примерно одинакова, то для восстановления после физических нагрузок и увеличения бицепса размером в 56 см, надо больше времени, чем требуется для бицепса размером в 37 см. Более крупные мышцы тратят больше энергии, чем малые на одной и той же тренировке. Существует еще одна ошибка. Например, новичок приходит в тренажерный зал, делает упражнения для каждой мышечной группы раз в неделю. Для каждого упражнения два рабочих подхода и в первое время получает хороший результат. Затем он увеличивает нагрузку на тренировках, чтобы стать сильнее и делает 4 сета в упражнении, но продолжает тренировать каждую мышцу раз в неделю. В результате сила и мышечная масса не растет. Почему? Поскольку нагрузка на тренировках была увеличена, расходы энергии также увеличиваются, а время восстановления мышц остается прежним. Одна неделя, которой уже недостаточно. Как решить эту проблему? Необходимо увеличить время отдыха, например, до двух недель. А что делать, пока мышцы восстанавливаются? Делать легкие тренировки, которые не энергоемкие и не провоцируют микротравмы наших мышц. Но, глядя на парней в тренажерках, до этого мало кто догадывается. Все качают больше и интенсивнее и чаще, но у них не растет. Именно по этой причине многие обращаются к фармакологии, потому что не пытаются подумать и понять суть. Конечно, использование допинга может ускорить восстановление наших мышц, но это надо. Я считаю профессиональным бодибилдером, которые зарабатывают этим деньги и имеют большие амбиции и планы. И они понимают, что это чревато последствиями, а этому находятся под наблюдением врачей. Соглашаясь на использование допинга, вы должны понимать, что это будет иметь последствия для вашего организма. Различные виды тренировок требуют разное время для восстановления после. Например, аэробные упражнения вызывают значительные затраты энергии, но не вызывают повреждения большого количества миофибрил. После аэробной тренировки восстанавливается главным образом мышечный гликоген. В зависимости от продолжительности тренировки может потребоваться от 1 до 3 дней. Анаэробные упражнения также расходуют энергию, но плюс к этому провоцируют микротравмы мышц. По этой причине восстановление займет больше времени. Потому что необходимо пополнить мышечный гликоген и восстановить поврежденные миофибрилы. Восстановление мышц после физических нагрузок имеет следующие временные фазы. Первое. Восстановление креатинфосфата. Второе. Удаление продуктов распада, молочная кислота и ионоводорода. Третье. Восстановление электролитного баланса и жидкости. Четвертое. Восстановление мышечного гликогена. Пятое. Восстановление белковых структур. Восстановление креатинфосфата. Креатинфосфат дает нам возможность преодолеть большие, но краткосрочные нагрузки. Или сделать мощные, но краткосрочные усилия. Например, быстрый бег и жим лежа с максимальными весами. Количество фосфокреатина быстро уменьшается в течение 15-20 секунд упражнения. Количество креатинфосфата падает до нуля, но поднимается очень быстро. В течение 2,5 минут после упражнения восстанавливается до первоначального уровня. А через 5 минут происходит суперкомпенсация. В работающих мышцах из-за увеличения анаэробного гликолиза силовые тренировки образуется молочная кислота и ионоводорода, которые во время тренировки уменьшают производительность мышц. Устранение этих продуктов распада составляет около 1 часа времени. Так что миф о том, что мышцы болят на следующий день из-за молочной кислоты, которая накапливалась в мышцах на тренировке вчера, развея. В результате выполнения работ, связанных с значительным потоотделением, организм теряет минералы. Затем следует период пополнения воды и минеральных солей, которые должны поступать с пищей. Время восстановления мышечного гликогена после тренировки зависит от продолжительности и интенсивности нашей тренировки. В среднем после силовой тренировки восполнение занимает около 2 дней, а на третий день происходит суперкомпенсация. Но если тренировка была очень длинной, например многочасовой бег, тогда может потребоваться более 3 дней. Во время тренировки с отягочениями возникают огромные механические нагрузки. Миофибрилы, которые находятся в мышечных вологдах, подвергаются мощному разрыву, воздействию. Поскольку миофибрилы все разной длины, то время упражнения самые короткие. Миофибрилы берут на себя нагрузку и разрываются. После того, как миофибрилы разрушены, она должна быть полностью уничтожена. Далее за 7 дней она успевает разрушиться. И в течение 3-4 дней, а потом наполовину синтезироваться. Также 3-4 дня. Далее на 90-95% мышцы восстанавливаются в течение 15 дней. А вообще полностью около 90 дней. Дольше всех строится сухожильная часть, или коллагеновая, переходная из мышцы в сухожилие. Та самая мышца уже восстановилась. Сухожильная часть ее продолжает восстанавливаться. Из вышеизложенного следует, что развивающие тяжелые тренировки на одну и ту же группу мышц следует проводить не чаще одного раза в 2 недели. Помните, только полное восстановление мышц. В противном случае, хороших и стабильных результатов в увеличении мышечной массы вам не видать. Очень частые тренировки могут принести больше вреда, чем пользы. Могут привести к истощению организма. Получая адекватный отдых, мышцы будут радовать вас увеличением силы и массы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok